добрый день друзья сегодня я хочу с вами рассмотреть очень интересные моменты которые нас всех давно уже интересуют и не обнаруживают до сих пор никаких ответов на эти вопросы а вопросы вот какие первое почему весь мир так плохо настроен к руси в чем фишка почему именно русских царей ну скажем так романовых почему именно их типа расстреляли и чем это связано почему не расстреляли например английских королей или королев или датских королей или королев почему с ними так не обошлись хотя и там и везде были в своей революции свои госперевороты которые могли бы закончится тем же самым второе второе что очень важное почему и для чего нарисовалась истории древнего рима ну и древней греции тоже почему древний рим как бы сначала не существовал потом он вдруг появился каким-то образом и потом он вдруг пропал и вот те люди которые в древнем риме жили это были были европеоиды они вдруг почему-то свою эту рейховскую структуру отдали потом в девятнадцатом веке немцам и стали немцы заниматься уже продвижением римской истории не являясь европеоидами полном составе я уже говорил что германская нация она состоит из четверых представителей народов и только один из них самый маленький это лужичанские сербы и и же с ними они являются по корню своему русскими остальные все три это два неандертальских народа и один тюркский так что немцы как всегда нам говорят вот они же нам братья они же такие же белые не 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 ребята это все заблуждение очень большое заблуждение и просто следите за новостями вот как раз недавно был такой новостной сюжет когда опять показывали маленькую девочку ну грудную которые показывали что она лицо германии девочка оказалась из тех людей которых потом это германии сжигал в печах почему-то вот она в этот же момент гиббезу была преподнесена как лицо как вот представите как облик ребенка германии настоящий немец то есть вот так ну и естественно там было во время войны тоже очень много таких настоящих немцев которые были из того самого народа но здесь я обсуждать это не буду потому что в данном случае это не так важно важно вот что тут недавно я обратился в очередной раз к словарю фасмера и в статье реку речом вот это слово я вдруг обнаружил такую ссылку которую дал сам фасмер который говорит что этот глагол на церковно славянском языке звучит как рима рима через эту написано а это как вы знаете иногда читается как е иногда читается как и поэтому либо рима либо рима ну теорема вы знаете слово теорема тео это бог рима это слово то есть теорема это буквально слово божье переводится а не как-то по-другому ну а само слово рима если через и оно легло в основу название рим и самое интересное что все это происходило вот эти церковнославянские тому подобные языки они возникали в конце 19 начале 20 века и ими наполнялись все остальные и заменялись многие понятия из живого языка у нас изначально на руси был род рюриковичей которому я тоже принадлежу и этот род он развивался по своей как говорится линии до какого-то времени и потом вдруг как вы все знаете вдруг начал появляться в истории рот романовых непонятным образом он как-то начал замещать рот рюриковичей ну и как бы мы теперь считаем как нам навязали историки что иван грозный убил своего сына последнего все из этого рода не осталось наследников и там пошло по женской линии чего-то такое в результате все привелось к романовым и нам сегодня навязывают что дому романовых там 300 или 400 лет или даже 500 лет смотрят кого как говорится танцевать но на самом деле это не так потому что те кто изучает этот вопрос основательно знают что фамилию романовой этому царскому роду дали присвоили только в 1918 году как и их двоюродным братьям то есть родным и двоюродным братьям винсдером тоже в этом году 1918 году дали свою фамилию винсдер и поэтому замку так вот я всегда и я думаю что многие над этим думали никак не могли понять а почему романова то что по имени рима что ли или может молдавии или может румынии какой-нибудь то есть вот почему именно и вот тут когда я нашел это церковно-славянское слово рима я на самом деле понял потому что рюрикович и эта фамилия образована от имени сварок святой рог рог это обозначает не и зон ты какой-то рог как вот таганрог это абсолютно не это обозначает рог это обозначает именно тух дух поэтому сварок это святой дух и рог и ра ра известный вам тоже русские древний русский бог это один и тот же бог вот в такой определенной личине сварок это отец всех остальных богов и народов а ра это его внутренний дух вот внутренней которым он потом начал множество размножаться таким образом рюриковичи происходит вот от этой генеалогической линии которая идет от сварога эту самую линию можно проследить от того самого острова рюген помните эту нормандскую теорию до новгорода до условного киева потому что конечно не тот киев имелся в виду не украинский там в округе новгорода около десятка топонимов с названием киев или киева поэтому искать туда в сегодняшнем киеве и не стоит и потом когда я занимался берестяными грамотами я все это описал география это известно 14 городов где найдены берестяные грамоты ну естественно киева среди них нет а в то время как бы вроде была киевская русь никакой киевской руси никогда не было пока ее не придумали товарищи из одессы так вот изначально рюриковичи были рюриками фамилии которая расшифровывается так рю это имя сварога или ра а рик это царь мир владелец то есть это тот кто владеет вот этим миром вот как это переводится и это немножко такая форма которая сегодня осталась в северных странах в германии там вот в этих странах она на руси она немножко трансформировалась по-другому стали то есть рик его можно уже перевести рог и получится рарог когда говорят о рюрике также его и называется или сварог это как бы одно и то же это один персонаж но разные его части его священного тела так вот иван грозный он тоже из этого рода был и шел 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 и этот род был единственным на земле царским родом больше других царей вообще никогда не существовало и единственным местом где обитал человек исконно является русь почему сегодня такие проблемы с россией потому что те народы которые никогда не были на руси а возникли из своих каких-то папуасских территорий они всегда смотрели с очень большим негодованием на русскую реальность это примерно сегодня когда простые алкоголики приходят например к силиконовой долине смотрят через забор попивают там напиток какой-то и говорят что вот козлы хорошо устроились белые воротнички а мы тут в прериях пашем изо всех сил вот примерно такая штука это ненависть это классовая ненависть о чем мы говорили тогда энгельс и маркс так вот когда мы возвращаемся теперь к сегодняшнему двадцатому веку то мы находим не рюриковичей часть из которых как бы бежал туда в ту же англию я с некоторыми из них говорил по этому поводу вот они убежали туда очень обещали все помогать и оттуда и здесь приезжать но как-то вот вы видите никакой помощи от них за эти десятилетия совершенно нет то есть они фамилию как бы забрали с собой туда а действий-то божественных никаких нет какие они боги то если они настолько но не знаю либо жадные либо немогущие то есть вопрос остается этот вопрос хотя я конечно их не поругиваю этим самым словом почему потому что ну каждому свое может быть вот такие немощные вот такие у них слабые возможности но когда в двадцатом веке дали уже этим самым российским царям фамилию романовы то здесь уже пошла ситуация библейская дело в том что в конце девятнадцатого начале двадцатого веков пошло развитие религии религию тоже как бы украли у тех самых царских родов потому что религия это я уже говорил что это семейное царское такое торжество это их внутренние внутренней народу вообще никаким образом оно не относится это почитание своих священных божественных отцов которые буквально им дали жизни которые их породили это не какая-то вот вещь которая оторвана от реальности это просто память своих предков по своему царскому роду ничего более то есть если каждый в своей семье будет помнить своих предков по своему роду это будет та же самая религия что и сейчас просто вопрос стоит в деньгах царские рода поскольку они были наиболее богатыми они позволяли на свои вот эти поминки тратить и поминальные моменты тратить больше денег и это выглядело помпезно поэтому многие люди побросали своих упоминальщиков и решили что вот будет у царей как цари вспоминают о своих предках так возникла та самая религия конечно она не только в этом плане продвигалась но еще и физические законы туда были вложены чтобы основательность получить но так или иначе получается вот такая ситуация что романовы это переназванные религиозными иудеями те самые рюриковичи почему именно романовы потому что церковнославянский язык это язык который пришел к нам из той самой Греции как они говорят а Греция это было изначально семитское государство там не было индоевропейского языка как нам говорят лингвисты и это можно доказать почему потому что когда нашли розетский камень там было два текста первый это греческий который как бы вроде бы индоевропейский или как я вот сейчас говорю вам семитский а второй язык как бы повторял который и на основании которого был все это расшифрован это тот самый египетский язык а египетский язык относится к семитским языкам и если был расшифрован правильно этот текст и был расшифрован египетский семитский язык то он мог быть расшифрован только семитского греческого языка да в семитском греческом языке было много слов похожих на русский славянский на индоевропейский язык но вот такая ситуация такая проблема есть. То есть фальшивая эта расшифровка египетских символов, она на самом деле сохраняется, на самом деле остается. И я многие эти вещи описал в своей книге «Небесный Египет». Отмечу еще, что как раз в начале 20 века вышла история Рима, художественное произведение, которое получило одну из первых Нобелевских премий. Для меня это было всегда очень удивительно. Представляете, допустим, какой-нибудь Лев Толстой или какой-нибудь там Некрасов написал «Дед Мазай и Зайцы», эту небольшую такую, знаете, новелку, рассказик такой, и вдруг он получает за эту Нобелевскую премию. Вот вы подумайте над тем «Дед Мазай и Зайцы», можно ли за это дать Нобелевскую премию или нет, вот за эту самую такую литературную повесть. А я вам в следующем фильме об этом обязательно расскажу, потому что там не все так просто с этими зайцами. Так вот, возвращаемся к Риму. Действительно, за историю Рима, которая написана была впервые в 20 веке, в начале 20 века, была дана впервые и одна из первых Нобелевских премий. Почему? Да потому что на тот момент исторических повествований не существовало. Все, что было описано по древнему историческому времени, историческому в кавычках, все было написано на языке литературы. И то, что мы сегодня называем литературой, в древности называлось, соответствовало точнее тому, что мы сегодня называем историей. Поэтому и была присуждена Нобелевская премия человеку, который написал историю Рима, и это было научным историческим таким контекстом. Но он ее всю выдумал, выдумал и выдумал интересным моментом. Когда рюрики были рюриками, и их обозначение фамилии было от слова Ра, они жили на Ра Руси. Когда поменяли им фамилию и сделали Рим римлянами, их переместили с Руси на какой-то выдуманный Рим. Поэтому в этом Риме сегодняшнем, в Италии, столько много моментов, которые сходятся по своей топонимике с Русью. Многие уже это все замечали, многие этому говорили. И те, кто занимается историей, знают, что до 8 века в той Италии жили только славяне, а где-то в 8 веке ее начали завоевывать уже какие-то племена семитов, которые и привели ее вот к такому сегодняшнему виду, где Северная Италия – это индоевропейская, а Южная Италия – это семитская Италия. Это все знают, кто занимается этим вопросом. Так вот, так получились римляне, таким именно образом. Ну и, наконец, когда нам говорят, почему Москва – третий Рим, потому что Москва – это «ра», а если брать другие народы, то «ра» в немецком языке звучит как «рейх», а в семитском – как «храм». И буквально вот это вот первое «х» придыхание, которое мы всегда делаем. Помните, я вам говорил о таком слове, как «хварна» – индийское такое придыхание? На самом деле читается как «варна», но с таким придыханием, как бы «хварна». Но буква обозначать это дело не обязательно должна. Иногда ставят какой-нибудь апостроф. И вот в слове «храм» действительно вначале стоит та же самая звуковая система, ее читать не обязательно. Поэтому у нас есть вместо «храм» – «рам», вместо «ра» – «русь», вместо «рик» – «рик», вместо «рейх» – «рейх», вместо «рам» – «рим». Вот, пожалуйста, вам кусты этих слов, которые обозначают весь этот переполох топонимов и различных названий. И весь он сводится, знаете, к чему? К тому, что изначально, как я всегда и говорю, и говорил, что только одна была страна центром мира – это была «ра» – «россия», «русь». Слово «россия» и «русь» – это одно и то же. Можете посмотреть у того же фасмера, там есть и «раша», и «реша», и «речь», и все это обозначение Руси и государства. Что еще интересно? То самое слово «реша», «раша» и тому подобное, оно буквально переводится, опять же, на другие языки, на семитские, как «империя». Поэтому, когда говорят «российская империя», у нас была в XIX веке, то это буквально произносит одно и то же слово два раза. Российская Россия, потому что Россия буквально переводится как «империя». Не верите мне, посмотрите у фасмера. Это очень интересно, на мой взгляд, и это проливает свет на очень многие вопросы, которыми мы раньше задавались, а вот теперь они как бы начинают выглядеть под другим углом. И если вы обращаете, опять же, свое внимание на ту самую нормандскую теорию, там был такой остров Рюген, из которого и пошло русское правление под властью того самого Рюрика. Вот «рюрик» буквально переводится, «рю» – это «ра», «рик» – это буквально владелец территории или царь этих территорий, а остров Рюген. Ген в конце «ген» – это место происхождения, слово обозначающее, как у нас, например, «инженер», или, например, «жених», «енотип», ну и так далее. То есть слово «ген» – это место происхождения чего-либо. Ну а «рюген» – это место происхождения «ра» или «рю» по-ихнему. Центром нашей империи в какое-то время была «рязань». «Зань» – это то же самое, что «ген», только немного другими буквами и звуками, а так центром именно русской империи в какое-то время была «рюзань». Собственно, поэтому, когда гитлеровские войска в 40-е годы шли на нашу страну войной, самое секретное воинское подразделение Гитлера, оно вело раскопки как раз в «рюзане». И старую «рюзань» сожгли как раз именно из-за этого те люди, которые уже относились к тем, которые потом стали именовать нашу страну и наших руководителей Романовыми и Римом и так далее. Вот такой, как говорится, компот из терминов, и он сводится лишь к одному, что центром всего мира была Россия и русский народ. Не то, что я, допустим, просто выкапываю Черное море. Нет, вопрос совершенно в другом. Я вам приведу здесь только одни такие, ну, небольшие отсылочки. Если у нас археологически установлены памятники человека современного типа, современного типа, еще раз подчеркиваю, самая большая его древность, где бы ни случалось это на планете, это 55 тысяч лет тому назад. Это у нас в Воронеже. А если мы берем, например, ту же Италию и Рим, то там VI век до нашей эры туда пришли первые люди. Это по официальной археологии и истории. VI век и 55 тысяч лет разницы. Вы понимаете, в чем здесь такая, как говорится, археологическая проблема? Ну, и все остальные цивилизации, как бы нам не навязывать тот самый Шумер или еще что-то. Шумер – это третий, четвертый тысячелетий до нашей эры. Все равно это как бы мало. У нас же эти все памятники еще в советское время обнаружены, выявлены, опубликованы. По ним огромное количество данных. Но иностранные все эти государства, они настолько толерантны, они будут на колено на футбольных матчах становиться по своим каким-то другим завязкам, а на истину всегда плюют. Нет, бы они становились на колено перед тем, что терроризирует Русь, которая самое древнее государство и самая древняя этническая общность на земле, которая им же в том числе представляется матерью и отцом. Вот ведь смысл-то в чем. Ну, и, наконец, когда я вот по этим темам поговорил с наследницей рода Романовых, то она сказала, что да, ей правабушки так и говорили, что сам Николай Второй, он был язычником, он не был ни православным, ни каким-то другим этим самым. И совершенно там были какие-то другие моменты. Она мне рассказывала и моменты молитв, и моменты еще какие-то, но они совершенно никаким образом не связаны ни с христианством, ни с другими религиями. Это все из той русской культуры. Поэтому то, что нащупал я, что Романовы – это переназванные Рюриковичи, это, на мой взгляд, очень важно. И то, что история Рима – это перелицованная история Руси с ворованными территориями, то есть перенесенными на другие территории, я думаю, что это тоже очень важно. Ну и третье, как вывод, то, что у нас существует нормандская теория, к сожалению, это подтверждается частично. Дело в том, что когда Ягу туда отправили в Германию, она приплыла в своем этом ковчеге именно в Рюген, именно на этот остров. Там родился мальчик Рюрик, который пришел на нашу землю с правильным своим требованием власти. Он как раз происходит от того самого бога Велеса, от которого и ведут свои царские роды все сегодняшние цари. Так что вся история, которую восстанавливаю я, она достоверна и по всем своим связям. И нет никаких биений. И дополнительный момент с Романовыми, он лишь подтверждает мои ранние выкладки.